всем доброе утро я стою в жаре яичницу с помидорами и лука давно мы ее не делали что-то начала подгорать что ли немножко так что уже убираю а у нас тут приехала доставка я заказывала поставку марлин у нас в городе есть такая поставка полуфабрикатов замороженных и вот они стали класть такие флайеры у меня кстати уже вот здесь вот несколько флайеров два по моему есть да насобирали мы и соответственно эти флайеры можно купить и потом вот видите за три за четыре за пять флайеров можно приобретать либо со скидкой продукцию либо в подарок получать круассаны или сытные пироги вот я хочу накопить 4 флайера и получить 4 сытных пирога в подарок ну либо круассан с шоколадом точку короче посмотрим вот на 3 у меня уже есть на круассан вот еще один заказ и в принципе на пироги хватит вот тут пергаментную бумагу они так вот доставка приезжает такой пакет курьер привозит покажу вам что я заказала в общем круассаны с шоколадом обожаемых первый раз вообще у них решила заказать слоеные язычки здесь их 10 штук мы решили попробовать к чаю как-нибудь испечь в общем потом поделимся качапури сейчас хочу поставить готовить сразу это по моему слойки а нет это пирожок мясной тоже ни разу не брали решили попробовать что это такое вот эти сырнички мне достались в подарок здесь 6 штук по промо-коду дело в том что я в инстаграме подписана на них и не репостят тех кому они как бы доверили свои промо-коды и соответственно вот я увидела и решила вбить его до сайте у меня получилось сырники в получились мне в подарок варюша пришла мне помогать до зайка привет а так так здесь значит слойка с вишней у нас поля обожает слойку с вишней так это ветчина сыр уже вроде как я вижу да это ветчина сыр это я такие обожаю так это банан и карамель да а тут котлетки параллельно еще жарится так это у нас слойки с горбушей с рыбкой тоже обязательно берем сюда и это слойка с курицей и грибами вот такой набор получился очень быстро их ставить готовить на перекус привет всем я опять машине что-то эти дни вообще сидели дома на самом деле вот разница между влогами ничего не снимали с камера будет немножко потряхивать потому что я и поставила панель поехала сейчас два магазина точнее в одну пекарню хочу заехать сейчас по дорожке и потом поеду в леруа ирлен оставила дочу полей естественно мы поспали дневной солнце дня поля был активным участником дочиного дневного сна ну там ее подкачивал все дела чтобы она там спала дальше я выждала все это дело с ними как бы обычно я просто этим занимаюсь и говорю поеду-ка я съезжу проветрюсь немножко хотя бы и поля критий а у нас городе выпало столько снега вы просто не представляете это вообще я вот сейчас еду у меня вот такие вот глаза дорогу смотрят потому что здесь вообще на дорогах конечно ну почищена не почищена раскатана скорее машинами просто поэтому я смотрю в оба дистанцию все соблюдают слава богу друг от друга вот светофор красный сейчас я с вами поболтаю спокойненько в общем и чё хочу вообще у нас пришло в голову мнение доча перестала как-то более-менее спокойно спать на дневном сне да и ночью что-то начала ерзать ворочаться будет меня по 30 раз и я думаю что это видимо из-за штор которые у нас не темные они ну вы знаете кино шторы синие такие желтым с таким оранжево-красным даже цветом и они как бы они вроде плотные но они все равно пропускают цвета у нас как назло дочь родилась и куча фонарей появилась рядом с домом с той стороны у нас там садик напротив и этот садик детский начали усиленно освещать именно тогда когда доча появилась когда знаете не надо было ничего этого то как бы все было темно и единственный фонарь в глаз коли всегда светил он его так раздражал он говорит я его когда не побью этот фонарь шутил поэтому мы решили что нам нужно купить наверное затемненные шторы потому что все таки шторы блокаут это первый шаг на пути к хорошему сну и мы не теряем надежды что нам это поможет потому что под утро она очень часто меня будет мне кажется что она смотрит что там светлый 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 светает мне кажется ей кажется что уже надо вставать а мы вроде как спим и это путает поэтому сейчас темно-серые шторы куплю они вроде как есть в наличии мы посмотрели в марлен вот и пока еду хочу заехать в пекарню сейчас по дороге что-то раздразнилась я вроде как сегодня день круассана вычитала не знаю может быть это просто так было написано и хочу заехать в пекарню в одну в которую я как раз кстати год назад наверно с подругой со своей выходила она знакомила меня с этой пекарни пекарня называется цех кто знает на карла маркса сейчас туда как раз и еду вот уже на этой улице там ответвление какое-то не помню как называется там очень много всяких улочек там киевская всякие такие там грязного вот я не помню на какой находится она сейчас покажу вам еду как раз туда вроде как она открытая посмотрела и сейчас хочу купить там вкусняшки там и хлебушек вроде как у них должен быть свеженький хлеб купить возможно какой-нибудь хотя у нас хлеб есть наверно хлеб не надо потому что какой-нибудь вкусно будет надо попробовать круассаны хочу пеканы какие-нибудь посмотрю короче прям раздразнилась я себя и прям хочу сильно сильно купить уже вот так что уже близёхонько так что буду парковаться я сейчас место здесь надо еще найти в центре и покажу вам все припарковалась вон там аж припарковалась но здесь вот всегда такая беда здесь нигде встать места мало и еду сейчас получается возвращаюсь немножко назад на одну улицу сейчас вот направо будет поворот и там будет это пекарня покажу вам немножко себя короче у нас холодно я не знаю когда придет тепло мы его по-прежнему ждем но видимо только к середине февраля а может это число 3 4 я смотрела уже должно быть теплее там 98 градусов где-то так показывается но я очень надеюсь чтобы выйти уже с дочи погулять эту мы сидим сидим до сих пор не выходим и даже знаете минус 10 градусов я уже давно не верю потому что это любом случае ты походишь 20 минут и все и уже опять задубиваешь вот походу мы подходим с вами где-то тут вон цех видите вон она цех вот тут очень вкусно имейте ввиду так смотрите я уже внутри вот что здесь есть давайте начнем отсюда про саны сырные слойки вот даже такие всякие вкусняки есть и бензели слойки мелочь вкуснятина с брусникой смотрите так кросса на свисташкой шоколадом здесь есть миндальные миндальные про саны соленой карамелью и прочее вот здесь всякие хлебные палочки хлебушек красный вот здесь такие тоже вкусняшки есть почему так вот выглядит все дело да вот пекарен очень уютненько ну что все я купила купила сейчас расскажу вам или покажу наверное лучше показать в машине вам покажу или дома красоту очень аппетитные круассаны но прямо передо мной так обидно закончились круассаны миндальные вообще обидно прям я так мечтала их попробовать а женщина забрала прямо передо мной в очереди все иду к машине сейчас и поеду в леруа марлен слушайте столько народу вот в этом цехе что я потеряла наверно там минут 12-15 я думала просто забегу куплю и пойду но нет чем не показываю город даже немножко покажу вам где я иду у нас тут антреход рядом кстати раньше с полей очень любили туда ездить обедать там очень вкусно а вон и наша машинка сейчас мне где то надо перейти дорогу вон она стоит а я даже не знаю здесь нету пешеходного где мне пойти а или есть или нету нету так что будем скакать ребята с вами как будем мы даже дождемся пока не будет машин будем перебегать вот такая сегодня дорога видите на самом деле скользко вроде как кажется что асфальта скользкий асфальт так ничего меня вроде как пропускают что ли нет не пропускают все перебежала я дорогу оказывается меня все пропускали так смотрите вот что я купила в общем вот это вензель с малиной вот это пряная вишня круассан а там с писташкой вот так вот зелененький такой так что все я поехала дальше погнали все я приехала уже на парковку наконец-то нашла место проехала пол парковки и как всегда здесь очень мало места поля меня назначил смотрите несу коробочку а в ней сейчас покажу что в ней ой а в ней смотрите всякие всякие батарейки вот разные и вот эти батарейки не нужно сейчас кинуть специальный ящик для утилизации мы копим а потом сбрасываем специальные оттеки так коля сказал что они где-то рядом с кассами пойду искать так нашла получается вот сюда себе стану рассортируем так лампу а не лампочки они лампочки цоколи какие-то у нас тут есть и светодиодные лампы и люминесцентные лампы и батарейки так это понимаешь что ты сюда надеюсь я правильно кидаю так батарейки я кидаю сюда у меня еще от лампы это что такое еще б он не это сказал что это такое так батарейки 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 это наверное все батарейки вот это я надеюсь тоже батарейка просто Так что я ее тоже выкину туда же. Так, ну что, я нашла вот шторы. Те, что мы, получается, нашли. Ну, они, смотрите, вот они. Ночь называется серая. Но цвет совсем не тот, что мы ожидали вообще с Колей, как на сайте. Они вот кажутся серые, да, на камере. На самом деле они какие-то зеленоватые. Вот серьезно, вот без камеры. Не знаю даже, как сделать так, чтобы вам увидеть. Ну, какой-то зеленой отдают. Я прям не знаю. Как они вообще будут смотреться? Единственное, что есть, конечно, другие цвета. И только здесь блэкаут, получается, шторы. Вот они. А больше блэкаутов как бы... А, ну вот еще нет. Еще вот здесь вот везде она сказала, блэкаут есть. Я вот думаю, может другие тогда посмотреть. Не те, которые мы с Колей смотрели, а какие-то отличные от них. Или это не блэкаут. А, да, это готовые, она сказала, шторы. Но они не блэкаут, они все просвечивают. Получается, вот можно было бы что-то там повыбирать, походить. Но я хочу, конечно, одноцветные. Вот, однотонные, вернее. Нам подходит только серый цвет, потому что у нас серый диван. Ну вот еще, смотрите, вот этот. Но Коля говорит, что чем темнее, тем лучше, потому что все равно будет пропускать. Мне вообще такие нравятся. Я бы вот такие взяла, если бы не Доня. Коричневые нам просто ни к чему. Короче, вообще проблема. Буду думать, а с Колей буду советоваться. Так, все, взяла я шторы. Все-таки решили попробовать. Если нам не понравится, то мы, конечно, можем себе сдать. В общем, я взяла еще один такой вот карнизик однорядный. Потом увидите, для чего он. А я пока пришла в кухню. Мама задумалась о смене кухни дома у себя. И я хочу вот ей сейчас заснять, чтобы она посмотрела, что здесь есть. Какие фасады есть, какие цены. Здесь все можно спроектировать. Вот серый есть такой красивый цвет. Вот беленькие есть. Ну, они, конечно, вот эти вот вообще классные. Свет красивый. Вот внизу. Все можно здесь сделать. Но надо знать, как бы, где и что. Мама на сайте что-то. Сейчас маму искали, не нашли на сайте. Толком непонятно, как все сделано у них. Так, ну все, пошла дальше. Так, ну вот для мамы хочу заснять. Мама, смотри, что здесь есть из готовых проектов. Ну, это прямые, конечно, кухни. А вот есть угловые. Мама хочет угловую в себе, новую. Вот есть такой вариант. Вот такой вариант. Рассчитан на 47 500. Ну, конечно, не большой, не длинный. Сюда еще нужен шкаф маме будет. И еще... А, а туда встанет как раз, кстати, холодильник. Еще мне понравился вот этот вариант. Он стоит 46 000. Вот такой вот красивый. Тоже сюда встанет холодильник как раз. И здесь вот есть как раз полочки. Ну, вот здесь вот еще охота что-то, мне кажется, по-другому сделать. Так, сейчас глянем дальше. Здесь, смотрите, вариант за 30 000. Мне вообще понравился он больше всех. Это серый и белый, как мы с мамой и разговаривали. Вот, мама, смотри, такой вариант еще есть. Я уже приехала сюда к подъезду. И мне Коля написал, что Авелина уснула. У нее вечерний сон сейчас должен быть. И она как раз уснула по плану. И проснется... Сейчас вам скажу. Ну, минут через 15 где-то, я думаю, она проснется. Поэтому я не буду заходить, не буду их будить. Это авария будет лаять. Это надо будет там, короче, потихонечку. Поэтому я лучше посижу в машине с вами, поболтаю. Доехала. Конечно, дорога вообще ужасная в городе. Меня сносила на поворотах раза два. Ну, естественно, на маленькой скорости еду. Потому что снег и дорога скользкая под снегом. Прямо такая гололедица легкая чувствуется. Некоторые даже умудряются еще гонять. Не знаю, как они это делают. А я сейчас, в общем, зайду. Покажу вкусняшки, которые я купила Коле. Я думаю, он обрадуется. И мы будем вешать шторы, которые я купила. Я думаю, что мы прямо сегодня их повесим. Я думаю, что Коля будет не против. Попробуем, как с ними. Они должны полностью затемнить. И никаких фонарей, не должно быть видно ничего. И вот эту штучку я купила, я говорила, потом увидите, да. Вот эту однополосную гардину я купила для того, чтобы мы повесили еще одну штору. У нас же, если вы заметили, при переходе из зала в кухню, в проходе, у нас нету там ни двери, ничего. И мы хотим туда тоже повесить шторку, чтобы с кухни не так ярко светило тоже от фонарей. Потому что на кухню пойдут вот эти шторы. Одна, вернее, шторина пойдет с зала туда. Мы там тоже будем закрывать, затемнять, потому что оттуда тоже свет. И двери нету, и получается комната более светлая получается. И мы хотим вот наверх, вот там, где турник у нас тоже, туда приделать тоже эти штучки и шторину повесить. Короче, мы затемняемся как можем. Потому что Доня перестала спать как раньше. Она могла отрубиться у меня и спать. А сейчас она, ее все-таки это будет. И я читала очень много информации на эту тему, что детей будет именно свет. То есть свет дает им понять, что подъем, что время уже бодрствовать, а не спать. И гормон не вырабатывается в достаточной степени, как это надо. Гормон меланин, если я не ошибаюсь. В общем, поэтому мы задумались об этом. И я давно хотела шторы купить. И наконец-то добралась до Леруа. Но вообще, я думала, Коля поедет. А сегодня так получилось, что он у нас дома. У него переработка идет на работе. У него есть выходной. Сегодня как раз выходной. А завтра по плану тоже выходной. Ну, это плановый как бы уже он должен был быть у него. И я говорю, слушай, раз ты дома, давай я съезжу за шторами, куплю и заеду в одну пекарню. Вот как раз вот в эту. Он говорит, ну конечно, езжай. Хорошо, что вот есть выходные у него вот такие, когда он может посидеть с Авелиной. Я не представляю, как сидела со мной мама пять дней в неделю. А то и выходные мама говорила, она сидела, папа работал. Я не представляю, как просто вот всю жизнь там вот эту вот декретную сидеть одной с ребенком. Это очень трудно. У меня когда Коля на весь день уходит на работу, я к вечеру стреляюсь уже. Ну, не всегда, но иногда я стреляюсь. У меня не от того, что там Авелина себя как-то ведет там очень плохо или нет. Но дети по-разному себя ведут. В принципе, я нормально себя чувствую, но у меня устают руки ее носить. Или все равно у нас сейчас такой период, когда она любит на ручках посидеть. Поэтому я очень рада, когда Коля дома. И в принципе, устаешь от этих бесконечных смен подгузника. И все же на тебе как бы ответственность вот эта. Днем я вообще не могу спать. Да и, собственно, я особо и не хочу, чтобы мне ночью спать, вот прям отрубаться. Я днем себя как бы особо не кладу спать, чтобы у меня был сон, чтобы у меня было желание выспаться ночью. Короче, вот такие вот дела. Что-то вроде, знаете, вот как снега нету, но такая погода снежная. Прям вот прям зима, вот прям снежная-снежная какая-то началась. У нас не было столько снега, мне кажется. А тут вот прям повалил. И вот весь февраль, говорят, мама говорит, где-то вычислила или что, будет прям снега много, но будет тепло. Ну вот у нас вот через пару дней ожидается опять 36. Ночью 36 градусов, 37. Мама, кстати, ездит там на дачу из-за того, что машина заводится. И она приезжает, ставит ее в гараж. Вот благо папа успел построить гараж. Новый, хороший, теплый гараж. У меня уже садится батарейка, так что я, наверное, буду с вами заканчивать, болтать из машины. Сейчас приду, заряжу батарейку и потом дальше вам что-нибудь покажу. Ну, посижу пока, почитаю что-нибудь. Или маме позвоню. Так, ребят, ну что, все? Коля повесил шторы. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Очень быстро он это сделал. Естественно, они еще не отпаренные, не отглаженные. Все, вот так это выглядит. Теперь, и это реально блэкаут полный. То, что мы хотели. Две шторины. Вот у нас, видите, фонари вот эти светят. И вот садик освещается полностью. И здесь это вторая шторина тоже. Сегодня будем пробовать. Ничего пока гладить я не буду. Вот будет у меня время, потом я все переглажу. А пока мне вот не до этого. Поэтому мы будем просто пробовать. Плюс к этому изменения у нас здесь. Теперь у нас небольшой колхозик. Здесь такой деревенский. Сейчас здесь штора тоже будет закрываться. Это вместо двери. Просто как дополнительное, чтобы, ну, как бы свет с кухни не шел. Мы посмотрим, если от этого будет тока, я думаю, будет. То мы оставим. И еще изменения здесь. Помимо вот тюли, что у нас есть, шторину вот сюда повесили еще. Смотрите. Кстати, вот этот крестик, не подумайте. Это надо, ну, его как бы можно стереть. Это раньше я, ну, когда еще не углублялась в православную веру. И рисовала крестики на крещение, как вот приметы эти говорили. А потом просто рука не поднимается стереть. Это же крестик. Вот символ победы, как бы добра над злом, грубо говоря. И не обязательно это делать в православии. Просто, я говорю, раньше давным-давно делали. Так, что-то я не стерла. Вот. И теперь здесь еще штори нам будут закрываться. Это, конечно, делается не под интерьер. Это делается просто из того, что у нас есть какие-то... У нас просто самые плотные шторы сейчас темные. Это вот эти из тех, что осталось для кухни. У нас есть желтые еще. Но они совсем светлые. Вот. Так что, и, естественно, будем вот это вот еще закрывать. Я уже набираю ванночку. Сейчас пойдем дочку купать. Мы ее, кстати, уже перевели из маленькой ванночки в большую, в нашу. Набираем немножко воды. Туда кидаю уточку. Градусник, термометр. Смотрим, сколько. Прохладно? Ну, возможно, там такая вода, да, была. Надо добавить горяченькую. Сейчас пойдем ее купать. И хочу вам показать цветок, который я недавно грохнула. Доча рассказывает вам, что со цветком мама сделала. А я вам покажу, что у нас тут зеленушка образовалась. Это значит, не все потеряно. И я могу исправить свою ошибку. Полила только что его обильно. Так что ждем, что из него получится. Был такой шикарный. Вот, что я с ним сделала. Так, я уже пришла на кухню, на ужин. Готовила, смотрите, в пароварке рыбу минтай. Это прессованный минтай. И картошечку. Я перешла на ПП временно. Хочу немного сбрасывать. Потому что все-таки немножко я набрала с этой кормежкой. Поэтому хочу сбросить. А Коля меня поддерживает. И тоже со мной ест такую же еду. Представляете? Он, как всегда, за. Ай! Развалила картоху! Как будто у меня есть выбор. Что ты припятняешься? Могу тебе при... Надо же... Вот, слушайте. Я ему на работу и голубцы, и котлетки, и пельмешки готовлю. И вот, смотрите. Нужно приподняться. Поиграть на публику. Короче, без минтая останешься. Э, футболки мои выкинула. Зачем? Можешь картоху жевать. Старые... Сейчас просортировала. Старые футболки все выбросила. Их носить, говорю, уже нельзя. А он, оставь, постираем, погладим. А еще можно носить? Нет. Выкинула сейчас. Все. Ладно, буду класть. Что еще у нас будет? У нас хлебушек. У нас есть сметанка. Можно что-нибудь, какой-нибудь салатик открыть. Вот. Вот у меня вот все будет. Как бы хватит. И хлеба я не буду есть. К этому всему. Все. Ладно. Приятного нам аппетита. Я вам Колю сегодня не показывала. У него на другой простуда вылезла. Ну, он заживает. Обветрила. Говорю, с чем ты будешь сегодня чай пить? Он говорит, со всем вот этим, что ты привезла. Ну, не знаю. Пока ты будешь там с ребенком ходить. Что влезет? Может быть, и ничего не останется. А кто сказал, что будет с ребенком ходить? Ладно, я все равно надеюсь. Ладно, как обычно, на такой темной уже ноте прощаюсь с вами. И почему-то меня камера не видит. Все, не видит. Так что мы всех покормили, себя покормили, всех помыли и ложимся спать. Так что прощаюсь с вами. Спасибо, что смотрите, пишете. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...